Это самая динамичная, самая красочная игра, которая только может быть. Это командный дух, коллективная игра, индивидуальные качества каждого игрока важны, это сплоченность коллектива. Это Кован Баскетбол Стрит Фест, это баскетбольный фестиваль, это баскетбол 3х3, это отличительная черта, что одно кольцо. У нас сегодня следующие категории, до 12 лет, до 14, до 16, до 18, это юноши плюс взрослые мужчины. У девочек у нас до 16, до 18 и женщины соответственно. Ну, однажды собравшись, мы решили устроить баскетбольную тусовку. Ну, и такую, чтобы было не стыдно, скажем так, за организацию, чтобы все желающие могли прийти, поиграть, попробовать свои силы. Решили организовать хороший призовой фонд, решили сделать его действительно масштабным, ну и есть желание сделать его ежегодно. Это самое масштабное мы соревнования, как вы видите здесь по всей территории у нас, по всей территории стоят у нас кольца, конструкции. Плюс мы привезли профессиональное покрытие, это здесь играют мужчины, там играют женщины чуть дальше, это тоже профессиональное покрытие. То есть, отличительное это то, что такого количества колец еще никогда не было представлено в РУ, но это было в далеком 98, 99 и 2000 году, но это проводила компания Adidas, там чуть-чуть другие масштабы были. В первую очередь все для спортсменов, для того, чтобы люди приходили, играли, участвовали, получали удовольствие. Для спортсмена очень важно, чтобы был душ, раздевалка, воды попить. На других стритболах, на которых я судила и была, такого нету. И организация, видите, у нас здесь и ведущие есть очень веселые, и в принципе здесь очень такой дружный коллектив. Нету такого, что кто-то судья, кто-то игрок, все очень-очень дружно, все общаются. В общем, я доволен, люди, я смотрю, хожу, спрашиваю, общаюсь, все довольны, все получают удовольствие. И танцевальные мастер-классы, вы видите, у нас, и еда у нас есть, то есть все круто. У нас, в принципе, часто в Харькове проводятся как стритболы, так и разные мероприятия баскетбольные. Это как еще раз увидеться с друг другом, еще раз провести хорошо время, как бы поиграть в любимую игру и еще получить за это какие-то призы. Это всегда приятно и здорово. Ну, конечно, это замечательное время проведения, что может быть лучше, чем среди старых друзей. Тем более, здесь встречаются разные возраста, которые ребята старше, которые младше, которые сейчас играют, которые раньше играли, которые хотят играть. Ну, это невероятное общение разных поколений, как бы, что может быть лучше. Тут собрались и люди просто, которые любят играть, люди, которые периодически, скажем так, играют в баскетбол, так же и приехали профессиональные игроки. Да, команд достаточно. Очень такой большой плюс, что есть категория и мужского баскетбола, и женского, и дети играют, и дети вплоть до Ю-18, Ю-16, возрастные категории есть. У нас здесь представлены команды, там, где команды профессионалов. Парни играют в международных соревнованиях, и они здесь. Поэтому молодежь может посмотреть, как играют профессионалы, как они себя ведут, как, в принципе, игра строится у команд и у игроков, которые играют на более высоком уровне. Изначально проходили групповые этапы, в которых ребята, играя, были разделены на группы. Каждая команда играла с каждой, то есть по круговой системе. Далее проходят две лучшие команды из группы, и игры на вылет. Там уже будет намного интереснее. Как я уже говорил, будет это ежегодно. Мы планируем это делать. Возможно, еще зимой будет. Ну, это пока что планы. Планы у нас грандиозные. Хотим сделать массу мероприятий, массу турниров. Ну, пока посмотрим, какие будут отзывы по этому турниру. И сделаем работу над ошибками. И в следующий раз будем уже намного-намного лучше. Победители сегодня ожидают, конечно, ценные призы, плюс денежные, точнее денежные, плюс ценные призы. В мужской категории первое место – это 20 тысяч гривен. Это рекордный приз за все время проведения стритбола в Украине, скажем так. Я люблю поддерживать сеть начинания, развитие уличной культуры, потому что это наша молодежь, это наше будущее. Ребята, любите баскетбол, приходите к нам, приходите просто так посмотреть, приходите в следующий раз. Да и в этот раз можете приходить, если успеете. Будем рады видеть всех. Мира! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова